Перед началом совещания в Драматическом театре состоялась выставка мастеров Брянщины. Русские народные костюмы, картины из бересты, инсталляции стекла, выполненные народным мастером Игорем Куликовым, показали всю многогранность и богатство культурных традиций России, которые бережно хранятся талантливыми мастерами Брянской области. Брянщина приходит с хорошими итогами. Начнем с того, что на Государственном совете министр культуры Российской Федерации в докладе Владимиру Владимировичу Путину назвал две области, которые стали лидерами Года культуры. Это Тамбовская и Брянская. И это неудивительно. Два главных якорных мероприятия Года культуры, съезд Всероссийский органов сохранения культурного наследия, Международный туристический форум России и Белоруссии. Вот два сквозных мероприятия Года культуры министерства, и место проведения их был выбран в Брянск. Впервые за несколько десятилетий федеральный бюджет выделил на поддержку Брянской культуры более 90 миллионов рублей. В этом году удалось приобрести оборудование для более чем 20 школ искусств. Компьютеризированы около 200 библиотек, 20 работников культуры получили гранты. Лучшие учреждения и работники культуры Брянщины не остались без наград и в этот день. Их ждали почетные грамоты, благодарственные письма и подарки. Мы пред Новым годом на новогодние утренники отыграли 100 с лишним спектаклей, а годовой план 250. Обсуждая достижения и глубокие проблемы отрасли, руководители области и департамента не раз высказывали огромную благодарность всем работникам культуры, которые, несмотря ни на что, остаются преданными своему делу. Вы все прекрасно понимаете, что держится, как правило, это все на энтузиазме, на любви к профессии и на понимании власти. Поэтому задача на ближайшие годы – это прежде всего изменить систему выплаты заработной платы, не допустить сокращения сотрудников. В год культуры повышенное внимание будет уделяться библиотекам, особенно на селе, и подготовке к главному празднику года – 70-летию Великой Победы. Екатерина Зойдина, Владимир Сидоров. События. Брянск.